Начнем с тревожной статистики. 12 семей оштрафованы за распитие их несовершеннолетними детьми алкогольных напитков. Напомню, привлекать к ответственности подростков можно с 16 лет. До этого времени наказывают родителей. В этом году инспекторы по делам несовершеннолетних составили три административных материала в отношении родителей пьющих детей. За весь минувший год их было 36 и 104 на рельчайно привлекли к ответственности. В этом году пока 12. Кроме того, безнаказанными не остались и продавцы алкоголя. Один с начала этого года против 16 за весь минувший год. Полицейские напоминают, продажи несовершеннолетним алкоголем наказываются штрафом. Для граждан от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц от 100 до 200 тысяч, для юридических лиц от 300 до 500 тысяч рублей. За неоднократное нарушение наступает уже уголовная ответственность. А дорожные полицейские подвели итоги профилактической акции «Чистое стекло» целую неделю. Инспекторы обращали особое внимание на машины с тонированными стеклами. Итог акции – 34 нарушителя. Всего же с начала года за чрезмерную тонировку дорожные полицейские привлекли к ответственности более 100 водителей. Напомню, согласно техническому регламенту, лобовое и передние боковые стекла должны пропускать в салон не менее 70% света. Штраф за нарушение – 500 рублей. Кроме того, водителю сразу же предлагают сорвать пленку. В противном случае ему может грозить административный арест. Дальневосточный гектар – сегодня это, пожалуй, самая обсуждаемая тема в стране. С 1 февраля свой кусочек страны может получить любой гражданин России. По данным властей Приморья, за 9 месяцев к ним поступило более 16 тысяч заявок на получение земли под жилое строительство, фермерское хозяйство или предпринимательскую деятельность. Своя земельная программа действует и в Красноярском крае, но касается она только многодетных семей. Они имеют право на однократное бесплатное получение земельных участков по всему региону. Есть такая территория и в Норильске, называется она Ж3. Людмила Кожевникова заинтересовалась, что это за Ж3 и сколько будет стоить на нем дом построить. Вот въезд, значит, у нас вагонер, соответственно, и вот буквально вот таким вот образом, вот таким вот образом у нас сформирована вот эта зона Ж3. Вот он, Норильский прототип дальневосточного гектара. Его необычное название Ж3 – это всего лишь профессиональная кодировка. Так в управлении по градостроительству и землепользованию кодом Ж1 обозначают жилые строения средней этажности, Ж2 – повышенной этажности, а Ж3 – это застройка индивидуальными жилыми домами. Вот на этом участке на въезде вагонер и предлагают многодетным семьям Норильска и всего Красноярья возвести свое родовое гнездо. Но Норильский участок под индивидуальную застройку весь размером в 2 гектара. Ж3 разделили на 18 участков. Именно столько многодетных семей могут воспользоваться своей привилегией. Каждая достанется около тысячи квадратных метров. Эта земля была выбрана городскими властями не случайно. Ведь в Краевом законе о регулировании земельных отношений четко прописано, что выдаваемые участки должны быть оснащены всеми необходимыми коммуникациями. Земли были свободные. И не просто так, а именно с учетом инфраструктуры. Как инженерной, как транспортной, так и социальной составляющей. То есть рядом с этой зоной у нас есть школа, детский сад, магазины, тепло, обеспечение теплом, трансформаторная подстанция. То есть магистральные сети есть. Потому что не просто так этот земельный участок, чтобы все эти будущие строения должны быть с инженерно-техническим обеспечением. Подводить канализацию водопровод и электричество будет муниципалитет. Своевольство и само врезание здесь не потерпят. А вот оплачивать эти работы придется многодетной семье. Понятно, что вопрос этот далеко не дешевый. Но что еще хуже, это не единственный затратный этап в начале строительства. То есть отдельный стоящий дом. Во-первых, это устройство фундамента. Условия вечно мерзок грунтовой, дальнейшая его эксплуатация и обслуживание. Достаточно дорогостоящий фактор. Два этих основных фактора, в принципе, с точки зрения экономической целесообразности, ну, скажем так, данное предложение ставит под некие сомнения. То есть социальная помощь не должна быть обременительной, в принципе, для будущего собственника. Либо эти затраты должны внести тот, кто одаривает, либо же тот, кто будет дальнейшим пользоваться. Но на это многодетным семье можно не рассчитывать. Дар один. Бесплатная земля. Всё остальное извольте за свой счёт. И не забывайте, что наша территория уникальна. Крайний север. Особый подход к фундаменту и вечно мёрзлые грунты, которые не прощают ошибок. Проводить специализированные исследования, которые жизненно необходимы перед началом строительства, власти города не будут. Всё сами. Прежде чем зайти на ту или иную площадку, проводится инженерное геологическое изыскание, определяется тип состояния грунта, уже после этого выбирается тот или иной тип фундамента. Это вот первый этап. Второй этап уже прорабатывается конструктив надземных конструкций. У нас всё-таки грунты нестабильны. И, соответственно, и конструктивные решения для подобных условий должны быть разработаны специальным образом. Во-первых, у нас нет таких полномочий обследовать, да. А потом, если в целом говорить, строить можно на любых грунтах. Вопрос только, насколько финансово затратно. Либо это будет просто какая-то бетонная подушка, либо это будет заглублённая плита, либо это будут сваи. Граждане, которые имеют право на вот это, должны абсолютно точно понимать, что строить у нас, неважно по какому принципу фундирования, это, конечно, крайне затратно. Наблюдательные горожане могут заметить, в Аганере достаточно недостроенных домов. Почему бы не использовать их? Обследовать, снизить этажность при необходимости. Вот вам и готовый фундамент, и коробка. Или использовать уже готовые сваиные поля. Пусть нет здесь панельных коробок, но какая-никакая фундаментальная экономия семейного бюджета всё-таки получится. Но все эти дома и участки находятся в долгосрочной аренде у частной компании. Поэтому остаётся Ж3. А если вы не побоитесь всех вышеперечисленных сложностей и всё-таки решите отстраиваться, помните, у нового индивидуального строительства есть свои требования. Во-первых, земля выдаётся только под определённые нужды. Ведение садоводства, огородничества, животноводства, дачного и индивидуального строительства. Так что если вы многодетный предприниматель и под шумок решили воспользоваться программой для возведения магазина или другого приносящего прибыль здания, забудьте. Это вам не дальневосточный гектар, который выдаётся под любые нужды, а помощь семьям. Второе. Ограниченная этажность до трёх этажей. Третье. Несмотря на то, что в краевом законе прописано, что земля многодетным семьям выдаётся бессрочно, на муниципальном уровне сроки всё-таки решили регламентировать. Если за 10 лет вы не успеете обустроиться, извольте вернуть участок. Никаких заброшенных долгостроев. И четвёртое. Что может больше всего расстроить норильчан? Ведь в нашем городе так популярны контейнерные постройки. Никаких домов из многотонных металлических ёмкостей. Власти города не хотят превращать эту землю в подобие контейнерного склада. И будет за этим строго следить. Так во сколько же может обойтись строительство семейной усадьбы в Норильске? Вот лишь примерные расчёты. Например, дом из бруса. Известно, что владельцы загородных участков в большинстве своём заинтересованы в постройке именно деревянного дома. Он не просто красив, экологичен и комфортен. У него отличная шумоизоляция, он тёплый и, главное, долговечный. Вот такого двухэтажного красавца в площадью 165 квадратных метров, со свайно-винтовым или ленточным фундаментом, семью комнатами, двумя сванузлами, балконами и верандой. Одна из красноярских фирм готова построить за сумму от 1 миллиона 850 тысяч рублей. Или кирпичный дом. Строительство из кирпича по-прежнему остаётся делом престижным и дорогим. Этот материал обладает неограниченными архитектурными возможностями. Его многообразие форм и выразительность позволяют воплощать архитекторам самые смелые задумки. От авангардного круглого дома до сложнейшего готического стиля. Вот такой классический двухэтажный дом с тремя спальнями, двумя сванузлами, огромной террасой и холлом московская фирма готова построить за 2 миллиона 870 тысяч рублей. Ну или самый современный способ постройки – домокомплекты. Сегодня они очень популярны и в первую очередь из-за доступной сцены, быстрого возведения и простоты сборки. К работе можно подключить даже детей. Вот такой двухэтажный светлый дом в луизианском стиле, с большими окнами, террасой, зимним садом, огромной гостиной и тремя спальнями в готовом виде обойдётся семье в 1 миллион 910 тысяч рублей. А разобранный домокомплект «Кировская фирма» продаст вам за 553 тысячи рублей. Казалось бы, цены готовых домов мало отличаются от стоимости обычных квартир. Но стоит отметить, что это предложения фирм, которые не знакомы с особенностями нашей территории. Опять-таки, индивидуальный подход к фундаменту перед постройкой его необходимо изучить. А это сразу взвинчивая цены в разы. Доставка стройматериалов на Рильск тоже недешёвое удовольствие. И работа строительной бригады. Каким бы рукастым мастером вы себя ни считали, без профессионалов в этом деле точно не обойтись. Наверное, именно поэтому заявление на строительство родового гнезда на Ж-3 в Управление по градостроительству и землепользованию поступило пока только от одного. Из более чем полутора тысяч многодетных семей на Рильске за 9 лет действия закона своей привилегией воспользовались лишь 20 наших земляков. И те все на юге края. Вот такая тенденция. Или чей-то добрый совет. Если по-честному использовать своё преимущественное право на бесплатное получение, то лучше, конечно, в более благоприятных районах. Однозначно. Впрочем, выбор остаётся за нами. Юг края или суровый Норильск. Но кто сказал, что в северном городе так уж сложно построить дом и обустроить участок? В качестве примера вот посёлок Валёк. Здесь больше полувека назад наречане стали занимать небольшие участки и обустраивать их. Хотя это уже совсем другая история. Людмила Кожевникова, Артём Смирнов, Владислав Моисеев и Геннадий Зверев. Новости северного города. Сейчас смотрите продолжение дневника экспедиции по изучению барана-толсторога, проходившая этим летом на плато Путорана. Сегодня вы узнаете, насколько опасными могут быть горные переходы. На кого охотятся волки на вершине гор? И как толстороги спасаются от хищников и гнуса? Когда придёшь по пустынным просторам Путоранских гор, складывается ощущение нереальности происходящего. Словно ты герой какого-то фильма, например, вестерна. Не обнаружив толсторога на первой горе, мы решили переместить лагерь. Путь предстоял не близки 30 километров по Курумникам с постоянными подъёмами в горы и всё это с полной загрузкой снаряжения. Даже у опытных туристов в такой ситуации порой подкашивались ноги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я посмотрю. Обычно левая коленка всегда страдает. Вообще у нас довольно большое участок осмотра, поэтому, понимая, радиальных обходов приходится и перемещать весь лагерь. Видите, когда Курумники и водопады, это довольно проблематично. Вот. Ну что делать? Работа такая. Искать снежного парада. Можно здесь встать на ночёвку, а завтра ломиться. Либо сейчас здесь сделать привал, обследовать вот это ущелье хорошенько, а вечером по холодку до водопада дойти. И там уже. И оттуда утром уже уметься. В конечном итоге выбор пал на то, чтобы совершить марш-бросок до водопада у подножья горы, а на следующий день обследовать территорию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Завтра у нас планы максимально подняться, найти хорошее место с водой, поставить лагерь и начинать обследовать вот эту вот стенку. Вот эту всю сверху стенку. Как только мы её обследуем, соответственно, топаем дальше. Пока не будем далеко заглядывать. Так, а её у нас, конечно, точка машины. Вот здесь не так далеко. Сейчас развернешь кадр, и шибко много разёрто дальше. Ну, смотрите, вот это мы уже обследовали. Считайте, мы здесь только первый день, а мы уже сделали одну гору. Вот у нас вторая гора, вот у нас третья гора. Ну, четыре, четыре, пять. После внимательного осмотра выяснилось, что место это по душе не только людям. Много лет назад вершина водопада стала ареной битвы. Волк-одиночки и старого, доживающего свой век северного оленя. Кто победил, можно понять по выбеленным дождями и временем костям. Я не знаю, надо ли это заповедник. В любом случае, доказательство того, что здесь был волк, олень, и один другого съел. Вечер и полночи прошли в радиальном осмотре близлежащей территории. Отвесные скалы высотой в тысячу метров кажутся неприступными. И тем не менее, именно такие ландшафты выбирают для жизни толстороги. Ну вот, собственно, первые плоды наших поисков. Мы обнаружили на склоне небольшую семью толсторога. Это взрослый самец, самка и еще маленький детеныш, который пока не отходит от матери. Потрясающее зрелище, но самое главное, непонятно, как вообще они туда забрались. Потому что это просто невероятно. Толстороги селятся на таких полностью открытых горных площадках. По вечерам ветер сдувает роящиеся вокруг тучи гнуса, а днем на площадках можно погреться на солнце. Кроме того, подступы к этим местам полностью просматриваются. И даже способный карабкаса по скалам хищник не останется незамеченным. Таково было наше первое знакомство с толсторогом. Егор Тулновский, новости северного города. А далее о том, как один день 14 февраля объединяет миллионы людей по всему миру. Влюбленные дарят друг другу подарки, признаются в искренности своих чувств. В некоторых странах этому празднику уже сотни лет. В России День Святого Валентина отмечают с 90-х годов прошлого века. Отмечают его и наличане. О дне всех влюбленных ходит такое предание. Живший в 3 веке н.э. римский император Клавдий II считал, что брачные союзы мешают легионерам воевать. И поэтому и сдал указ, запрещающий солдатам жениться. Ослушался император-освященник по имени Валентин. Он втайне венчал влюбленных, за что оказался приговоренным к смертной казни. В заключении сам Валентин влюбился в дочь надзирателя. И в день своей казни написал возлюбленную последнюю записку с подписью «Твой Валентин». Традиция празднования Дня влюбленных прочно закрепилась в Европе в 13-м столетии и распространилась по всему миру. В Голландии в День всех влюбленных женщина может подойти к мужчине и попросить жениться. В случае отказа бедолага обязан подарить просительнице шелковое платье. Англичане в этот день поздравляют и любимых животных. В Японии этот день сродни 8 марта в России. Только для мужчин. Женщины задаривают возлюбленных. В России этот праздник появился в начале 90-х. А сегодня набирает популярность. А вот пример того, как готовились к празднику некоторые норильчане. Ценным подарком на День святого Валентина считается шоколад. Особенно ручную работу. В городской библиотеке под эту дату организовали целый кондитерский мастер-класс. Украшали все от сдобного печенья до американских кексов под присмотром профессиональных кондитеров. Это вкусно, это полезно. Здесь только самые натуральные ингредиенты используются. Потому что приходят дети. Здесь нет ни красителей, ни натуральных, ни каких-то ненатуральных продуктов. Поддерживает традицию и один из норильских аниме-клубов. Почитатели восточной культуры собственноручно приготовили несколько десятков шоколадных конфет. Мы растопили шоколад и делаем в формочках такие авторские конфеты с разными добавлениями, посыпками, начинками. И делаем трюфельные конфетки из дробленого печенья и какао, которые сейчас как раз катают девочки. Они могут быть разных форм и очень вкусные получаются, скажу по своему опыту. Михаил Чернов, Андрей Гришков. Новости северного города.